Девушки отдыхают Подобное противостояние Ну и задавались вопросом Какие ощущения могут возникать В такие моменты Так же интересно будет бой, я уверен Потому что опять же дебют Опять же будет суета Немножко такая первая минута неразбериха Но пока у нас достаточно оперативно Все справляются в первом раунде За исключением одного единственного боя Который только в третьем Завершился Турхан Сулейманов Задушил Евгения Огурцова Так это называется, не пугайтесь С ним все в порядке Пришли врачи, подняли на ноги Он самостоятельно покинул октагон По дебютантам, ну надо сказать Сколько угодно ты тренируешь Ударную технику, борцовскую Но в клетке все это ощущается Совершенно иначе И там по-другому играет адреналин Абсолютно право, право, потому что Другие ощущения Когда перед кеткой Так что мои ощущения, перед кеткой есть легкий мандраж Легкая работа, ну настрой Когда выходишь в клетку, страх попадает Мандраж, страха уже нет, все Просто это... Дебютант! У вас область в клетке Включается работа Да, включается работа, да Его оппонент В Сирии Булгал-Рига Также дебютант Также у возраста 21 Его ромене Беларусь Ну вот вся гамма ощущений сейчас у этих ребят Которые начинают свою карьеру На профессиональном поприще Кто знает, какое продолжение Она получит Но сегодня они сделают первый шаг С поражения или с победы Мы знаем немало историй Когда на профессиональном ринге В клетке Самые титулованные на сегодня день Спортсмены Дебют далеко не каждому удавался Да, но это непосредственно так Потому что бывали многие бойцы У которых было 3-5 поражений подряд А потом добивались высот Да и немало сегодняшних чемпионов Тоже если отмотать Там далеко пленку Тот же Макс Куловый Какое-то время назад проигрывал Проигрывал не один раз Но сейчас смотришь Пересматриваешь его поединки Джозе Альдо И просто сумасшедший И непобедимый Я тоже Евгения Орловского Первый, когда он уехал в штат И не рвался Первые бои он не был чемпионом Не тренировал бои Вязкие бои Не в каждом бою была победа Потом была целая серия победных побед И стал чемпионом UFC И на всякий случай Имя нашего белорусского спортсмена Одно из тех Которое указано на каждом новом Поясе чемпиона UFC Ну там из разных стран С разных категорий И Андрей Орловский там и выбирает Синий угол Егор Хромения Беларусь Летерий под ногой Евгений Алицевич Из последних боев Ну вот пока у нас есть возможность подготовиться Что лично тебя впечатлило Может быть в ком-то ты разглядел особый потенциал Из тех, кто сейчас демонстрирует свои навыки в клетке Да, мои господа Неплохой Сулейман Такой волевой боец Хороший Первый раунд Ваш атмосфер Евгений Кацер Есть перспектива Есть перспектива Да, есть неплохая перспектива Но опять же Одним боем ничего так не скажешь Не посмотришь Когда человек придет в серию боев Посмотришь Где победы Как он после поражения восстанавливается Выходит в октагон Как он при победах себя чувствует Следующий бой Победные серии это хорошо Но опять-таки поражение порой Дает очень многое Да, конечно Одно поражение может дать сильнейший толчок вперед А кого-то оно может наоборот Осадить Ну и таких историй тоже хватает Я уже вспомнил Жозе Альдо Недавно он очередной бой провел Ну хорошо провел Моряк Папай Но мы его помним в те времена Когда он вообще несокрушимым был Но случились те ужасные для него 13 секунд С Конором Макгрегором Может быть на 15-й все было бы иначе Но он уже на 13-й упал Но есть как есть, так есть Чтобы был нокаут И это его надломило немножко Но это тоже теперь огромная история UFC Он заканчивает свой контракт У него осталось только два боя И уже говорит о том, что завершит карьеру Хотя Еще пару лет назад казалось Что UFC без бразильца невозможно Егор Хромини перехватывает ногу Ну и дальше работа на конвасе Ну опять же видим, да, что Опять старая ошибка Ноги скрещивают Пытаются прижать соперника Иногда если соперник физически слабее Это сработает Прижался Нет работы Судья подымет Но когда соперник мой И опять же Ты можешь сколько угодно На тренировках отрабатывать Но в процессе Все это по-другому По-другому абсолютно Очень тяжело встать Из подсоперника В бою Отливки получается Встаешь, все переворачиваешь Но в бою Совсем она по-другому Все выше и выше Поднимает коленем Дмитрий Что-то готовит Пытается может выяснить Какой-то прием На треугольник Либо на висячку На болевой выйти И кстати оппонент Сейчас думает только о своей атаке А даже в таком положении находясь Надо помнить и оборону в том числе Оборону непосредственно Конечно Потому что и из такого положения Из таких ситуаций Те кто снизу порой выходили победителями Да, знаю случай Когда соперник снизу Рассекали локтями соперник Те кто сверху И бой останавливали В таких ситуациях локти становятся бритвами Посмотреть бой Олейника на UFC с Пештой Когда Олейник его языкилем задушил Иначе ходил снизу Пешта его добивал Вроде бы работал сверху И Олейник его просто Сделал душающий прием Ну Олейник из тех Ну это легенда Это да По партере он конечно Не зря его еще удав Потому что он затягивает туда С ним уже там работать очень тяжело Свой последний бой в UFC Он Ханта выиграл в Москве И это было примечательное событие Ну по мне казалось Что Хант вышел Конечно отнесся К этому бою Не совсем как должно Было видно что Хант не в той форме Не в тех кондициях В которых он должен быть У него первый раунд Когда подходил к концу Олейника травмировала нога Ох ты Ох ты Ну в данном случае Вот хороший вопрос Мы сейчас поднимем Это был удар ниже пояса И Егор Хроменя показывал Что Попал в пах Или это Был удар в печень Интересно Я добывал Добавил команды Стоп Удары ногами Какая-то Улица Работа на улице В том случае Когда один хороший удар Прорешает исход всего поединка И в очередной раз Все заканчивается в первой пятиминутке Смотрим Посмотрим Да В печень В печень Хороший лук В печень Четкий удар Гран-при Энерджи Хотя Победу поддерживает Боец Из разу угла Ортагона Но Дмитрию крайне сложно было Останавливаться Мы с другой стороны Да Ты видел, что соперник Падает Но Такие правила игры Ты должен Добивать Оппонента Пока Это не сделает Пока Не остановит Скорость Но добивать Правильно В данном случае Он добивал Конечно Неправильно